МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...с помощью интуиции и добытых вещественных доказательств. Вещдок. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 25 мая 1966 года неизвестный напал на пенсионерку Майю Иванну Кольчину. Произошло это в ее собственной квартире. К счастью, женщина осталась жива. Она пришла в сознание и вызвала милицию. Лица нападавшего и каких-либо деталей одежды пенсионерка описать не смогла. По факту открыли уголовное дело, расследовать которое поручили следователю Валентину Николаевичу Толстых. На первый взгляд происшествие выглядело заурядной попыткой ограбления. Однако некоторые детали указывали на то, что визит незваного гостя – случай незаурядный. Действительно, дело оказалось уникальным. С таким следователи сталкиваются нечасто. Прибыв на место происшествия, Толстых сразу обратил внимание – в квартире полнейший порядок. Видимо, грабитель не успел приступить к поиску ценностей, либо точно знал, где они лежат. Отдыхайте, не переживайте. Спасибо. Ну что? На замке следов взлома нет. Вероятно, своим ключом открывали. Майя Ивановна, вы проверили свои вещи? Да, все на месте. Кто позарил, все ума не приложу. Вы же видите, как живу. Пенсия маленькая. Устроилась на полуставки в наш театр вахтером. Сутки трое. Я сегодня вообще должна была домой прийти поздно из театра. Но почувствовала себя плохо и попросила сменщицу выйти. Думала, приеду домой пораньше. Ну вот, полежала. Видно, преступник не случайно время выприл. Скажите, а вы давно эту картину повесили? Да уже несколько лет висит. Валентин Николаевич, тут свежие отпечатки пальцев. Скажите, хозяюшка, а вы давно ее руками трогали? Это не имеет отношения к делу. Ко мне мастер приходил, дверной замок менял. А что это вы тут делаете? Мамаша, может, картину здесь где-то повесить? Висит там на солнце, выгорает краски. Пусть висит, где висит. Пусть висит, где висит. Когда приходил? Ну, с месяца назад. Я как только заявку подала, так сразу и пришел. Нестыковочка получается. Этим отпечатком не более двух дней. Майя Ивановна, как зовут мастера, помните? Нет, он не представился. Мастер из Жека приходил? Нет, не Жековский, из Райсобеза. То есть только дали заявку и сразу пришел? Ну, да. Ну, да. Да. Интересный собез у вас. Шустрый. На картине в квартире Кольчиной нашли отпечатки пальцев. Несколько человек. Согласно картотеке, одни отпечатки пальцев принадлежали домушнику Василию Гавриловичу. Это было довольно странно, ведь до сих пор Гаврилович наведывался исключительно в дома зажиточных граждан. А тут скромное жилище пенсионерки. Следователь предположил, что Гаврилович переквалифицировался и теперь работает в связке с мастером Собеса. Получает от него информацию об одиноких пожилых людях. Но эта версия рассыпалась. В районном Собесе сообщили, никакого мастера в квартиру Кольчиной не направляли. Да, заявка есть, но выполнить ее рук не хватает. Следователь и опергруппа прибыли на квартиру Гавриловича. Входная дверь была открыта. Валентин Николаевич, клиент наш мертв. Геннадий, давай вызывай наших и по соседям. А мы пока здесь осмотримся. Ну, сразу видно, что-то искали. Да уж. Интересно, когда его убили? Газета свежая. Значит, Гаврилович мертв не больше суток. Пойдешь ты, всю жизнь был тунеядцем и дебоширом, а газету труд читал. Скажите, а вы давно эту картину повесили сюда? Да уже несколько лет висит. Валентин Николаевич, тут свежие отпечатки пальцев. А ну-ка глянь. Тебе картина-то ничего не напоминает? У нашей потерпевшей такая же мазня на стене висела. Толстых прочел статью и узнал, что на фото картина русского художника-эмигранта Василия Кандинского. В газете писали, что интерес к его работам на Западе вырос. И сейчас за его полотнами охотятся коллекционеры всего мира. А потом мне узнают все про этого Василия Кандинского. Власти СССР настороженно относились к авангардному искусству. Поэтому работы художника-абстракциониста Василия Кандинского нельзя было увидеть ни в музеях, ни на выставках. Любопытно, что в 1962 году, в то самое время, когда Хрущев громил выставку в московском Манеже, на аукционе Сотбис в Нью-Йорке выставили 50 работ Кандинского. Информация об интересе к художнику просочилась в Союз. Предприимчивые люди разыскивали его полотна, чтобы выгодно продать иностранцам. Конечный покупатель мог выложить за картину 100 тысяч долларов. На сегодняшний день по современному курсу это около миллиона. А вот хозяин пылившегося сокровища получал за картину пару тысяч рублей и был счастлив. Проходите, присаживайтесь. Сейчас мы с вами чайку попьем. Толстых навел справки. Картина происшедшего начала понемногу вырисовываться. Чтобы проверить свои догадки, следователь направился к пенсионерке Кольчиной. Майя Ивановна, скажите, пожалуйста, откуда у вас вот эта картина? Эту картину отдала перед смертью моя лучшая подруга. Вы знаете, если честно, я ничего в этом не понимаю. Я бы лучше повесила какой-нибудь пейзаж с березками. Но это память о моей подруге юности, и поэтому она здесь. Скажите, а вы не знаете, кто автор этой картины? Нет, к сожалению, нет. Ой, вы знаете, с этой картиной была одна очень интересная история. Мне подруга рассказывала, что эта картина досталась ей от ее пылкого поклонника. С заядлого коллекционера с живописью. А этой картиной никто не интересовался? Вы знаете, было дело. С месяца назад пришел ко мне инспектор из Собеса. Собеса? Да. Вот, пожалуйста, проходите, смотрите. Интересное у вас полотно. Полотно? Скажете тоже. И кто это придумал такое рисовать? Ну, если она вам не нравится, я могу ее купить. Любопытно. И часто к вам из Собеса приходят? Каждые полгода. Я хочу, чтобы они сделали ремонт у меня здесь в квартире. А они ходят и ходят, ходят и ходят, и все что-то рассматривают. Что они тут выискивают, я не знаю. Но этот инспектор из Собеса был очень приятный молодой человек. А фамилию инспектора знаете? Вы знаете, она у меня записана. Так. Так, ага, Николай Серов. Вот, даже телефончик есть. Одну минуточку. Николай Серов. Майя Ивановна. Да. У меня к вам одна просьба. Можно я на время эту картину возьму? Я ее хочу ребятам своим показать. Ну, хорошо, берите. Благодарю. Результаты экспертизы полотна помогли следствию значительно продвинуться. Выяснилось, что картина со стены пенсионерки – подделка. Ее написали максимум за неделю до ограбления. Эксперты обнаружили, что краска на ней совсем свежая. Полотно искусственно состарили. Нанесли поверх лака слой скипидара. Он-то и выил цвета. Стало понятно, что побывавший в квартире пенсионерки Гаврилович все-таки украл оригинал картины и подменил его копией. Была ли украденная картина работой Кандинского, Толстых мог только догадываться. Но зато теперь следователь не сомневался, что ограбление было тщательно спланировано профессионалом. Преступник не хотел, чтобы хозяйка хватилась раньше времени. Да-да. Можно? Заходите. Пока оперативники пытались найти художника, который написал копию Толстых, вызвал к себе инспектора Сабеса Николая Серова. Не уверен, что смогу вам помочь? Уверен. Если захотите, то точно поможете. Итак, вам знакома Кольчина Майя Ивановна. Не припоминаю. Месяц назад вы у нее хотели купить вот эту картину. Теперь вспомнили? Да, действительно. Месяц назад заходил к ней в квартиру оценить жилищные условия. Увидел картину, предложил ее купить, но она отказалась. Вам автор картины известен? Да откуда? Я в живописи особо не разбираюсь. Странно. А я слышал, что даже очень разбираетесь. Особенно в абстракционистах. Я навел справочки. Ваш отец известная личность среди коллекционеров. Ну что? Что это доказывает? Ну даже если это так. Ну разбирая себя в живописи и что? Интересное у вас полотно. Полотно? Скажете тоже. И кто это придумал такое рисовать? Ну если она вам не нравится, я могу ее купить. Ну смотря. Сколько вы мне предложите? Ну, 30 рублей. Да, нет. За 30 я не буду продавать. Ну а за полтинник? Когда Кольчина поняла, что может подзаработать, стала завышать цену. Я вам говорю, что больше 50 рублей вам за нее никто не даст. Поживем, увидим. Может я ее вообще не буду продавать. Нравится она мне. Вот повешу на стенку и буду любоваться. Красивая? Вы ее верх ногами повесили. И сколько же запросила Кольчина за картину? Ну, 200 рублей. Ах, откуда у меня 200 рублей? У меня клад 80, премия 30. Хороший повод для того, чтобы украсть картину. Не надо, товарищ следователь. Я человек честный. Я не ворую. Мне когда Кольчина затребовала 200 рублей, то я решил подложить их у своего приятеля, коллеги Александра Вознюка. Ну, чтобы картину купить. Я у Сашки часто одалживаю, ну, перед павучкой. Но в этот раз он не дал. Значит, денег вы не достали? Нет. А жаль. Бабка неровен сейчас помрет, картина пропадет. А вы, товарищи, рассказывали, для чего вам нужны деньги? Ну, я Сашке еще за прошлый раз не отдал сумму. Поэтому пришлось рассказать, зачем я в этот раз такую сумму прошу. Как фамилия товарища? Александр Вознюк. Вознюк. Пенсионерка Майя Кольчина стала жертвой нападения неизвестного, который проник в ее дом и ударил женщину по голове тяжелым предметом. Разглядеть лица нападавшего она не успела. Прибывшие на место оперативники не нашли признаков ограбления квартиры, но обнаружили свежие отпечатки пальцев на странной картине, которая висела на стене. Их идентифицировали как отпечатки известного домушника Василия Гавриловича. Допросить Гавриловича не удалось. Он найден мертвым в своей квартире. Кольчина вспомнила, что недавно мастер Сабеса предлагал пенсионерке продать картину. На допросе мастер признается, что о ценной картине рассказал своему знакомому Александру Вознюку. Итак, вы говорите, где вы были 25 мая с 13 до 14? Это же время вашего обеда. Я же вам уже говорил, я был на обеде со своими двумя коллегами в конторе. Ну, можете проверить. Я проверю. Всего хорошего. Ну, что у вас? Валентин Николаевич, похоже, что у нас висяк. Много вы понимаете, висяк. Остаешься на телефонах, а мы с Ваней в Сабес. Пошли. Остаешься на телефонах, а мы с Ваней в Сабес. Вы хотели меня видеть? Следователь Толстых. Присаживайтесь. Скажите, как близко вы знакомы с Сирогом? Сколько? Мы с ним давние товарищи еще со школы. А что же вы ему не одолжили денег на покупку картины? Не мог. Мы с женой собирались в отпуск. А вы сами знаете, сколько стоит снять койку в Сочи? Уверен, что Сирог предложил вам долю от продажи картины. Она точно покрывает ваши расходы на отпуск. Возможно. Но у Коли даже не было покупателя на картину. А отдых я уже запланировал. Да и если бы Колька попросил раньше, дал бы ему без вопросов. А так? Когда вы говорите вернулись? Вчера. Но это мы еще проверим. Всего доброго. До свидания. Выяснилось, что ни Серов, ни его приятия не могли быть причастны к убийству Гавриловича. Толстых тщательно проверил их показания. Но художника, который нарисовал подделку, следствию выйти никак не удавалось. Новых подозреваемых не было. Тогда Толстых решил узнать, не интересовался ли кто-нибудь из коллекционеров картинами Кандинского. За время работы в органах следователь завел множество знакомых в разных сферах. Одним из них был антиквар Федор Довбышев. К нему навстречу и отправился Толстых. Я сейчас покажу фотографий, их несколько. Может, что подскажешь. Это ой, как поможет следствие. Ничем тебе я не смогу помочь, Валентин Николаевич. Кандинского в нашем городе не продашь. Если, конечно, продавец знает, что это Кандинский. Не тот масштаб. Его только столичные потянут. И то не все. А если... А если все-таки это кто-то из местных, то кто бы это мог быть? Да, наверное, только я. Тогда, может, ты подскажешь, кто бы мог подделать картину. Картину может подделать даже начинающий художник. А вот состарить картину может только мастер. Так вам не художник нужен, а скорее реставратор. Ну что ж, спасибо. Ты очень помог. По крайней мере, есть над чем подумать. Всего хорошего. Удачи. Следователь Толстых решил проверить все реставрационные мастерские. Их в городе было три. Последней в списке оказалась мастерская художественного музея. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Следователь Толстых. Скажите, вы пользуетесь свинцовыми белилами? Да нет. Мы в основном тацинковыми. А это что? А вот это не мои. А чьи? Напарника моего, Димыча. Так а вот, кстати, и он. Добрый день. Ваша красочка. Я вам в глаза! Даже если бы Дмитрий Ноздрюхин не попытался скрыться от оперативников, у Толстых были все основания для его задержания. Отпечатки на банке белил в мастерской совпали с отпечатками, найденными на картине из квартиры Кольчиной. При проверке личности реставратора также выяснилось, что раньше он работал в мастерской при Одесском музее изобразительных искусств. Там в запаснике несколько картин заменили на копии. Одесские правоохранители возбудили уголовное дело. Ноздрюхин в это время уже уволился и переехал в Таганрог. Доказать его причастность к подмене не удалось. Ну так что, правду говорить будем? Ну я же вам говорю, я ничего не знаю. Я просто решил заработать пару копеек. Что ж ты деру дал, как только нас увидел? Ну я нервничать начал. Я что, что, так сразу начинаю психовать? У невиновных нервы в порядке. А твои отпечатки? Эксперты обнаружили рядом с отпечатками Гавриловича. На картине. Что на это скажешь? Ну я про убийство впервые слышу. И про кражу тоже. И вообще я его не знаю. Я же вам говорю, не я рисовал картину, понимаете? Я ее только состарил. Арестовал мой сосед. Ну не верите, вы можете у него спросить. Спрошу. А сейчас у тебя спрашиваю. Картины не впервой подделывал? Сосед рисует на заказ, понимаете? Но состаривать он не умеет. Только я это умею делать. Вот он мне подкинул эту работу. Ну а что, почему бы не воспользоваться? Зарплата у меня копеечная. А жить хочется по-людски. И вообще, если бы я знал, что все так закончится, я бы никогда в жизни не взял бы на эту чертовую картину. Но белила нашли у тебя. И отпечатки на картине твои. Ну правильно, потому что я работаю ними. Если все правильно развести, то они картине придают налет. Как будто картина висела годами. Понимаете? И вообще, в этот день я был на описях картин. Я вообще не мог бы быть на месте убийства. Складно рассказываешь. И имя этого соседа. Художник, по просьбе которого Ноздрюхин взялся за работу над картиной, оказался Георгий Серебряков. Известен он был в Таганроге тем, что рисовал для зажиточных граждан довольно сносные копии работы известных художников, на чем неплохо зарабатывал. А еще пьяными дебошами в ресторанах. Когда оперативники пришли к нему на квартиру, у Серебрякова не было. Его нашли вечером в ресторане гостиницы «Центральная», где он по привычке «кутил». Да вы знаете, кто я такой? На каких правах вы меня сюда привели, а? Когда Серебрякова доставили на допрос, он вел себя развязно. Грозил следователю неприятностями и требовал, чтобы его немедленно отпустили. Не трогай трубку и сядь на место. Гражданин Серебряков, здесь я решаю, кого и когда отпускать. И для начала ответьте мне на несколько вопросов. Вам знакома эта картина? Да, знакома. Две недели назад или три пришел мужик, попросил меня нарисовать картину. Дал мне фото, заплатил, я и согласился. И как же так мастерски по фотографии картину-то нарисовали? А я и не по фото. Он меня к себе на квартиру повел. Ну, собственно, вот эта картина, которую я хотел бы, чтобы вы нарисовали. Можно? Да. Так, может, это, я возьму ее в мастерскую? Не стоит. Тогда я зарисую здесь. Да, пожалуйста. Как выглядел заказчик? Да как вы, обычно. Хотите, могу портрет нарисовать. Надо будет, нарисуешь. А пока отвечаю на вопросы. Когда вы были с заказчиком на квартире? Числа 13-го, 14-го мая. Я уже не помню точно. Вспоминайте, Серебряков. Так как вы сейчас единственный подозреваемый. И алиби на момент смерти Гавриловича у вас нет. Подождите, какой смерти? Кого? Я ничего не знаю. Извините, а можно водички у вас попросить? Пей. Знаете, я, может быть, и зашибаю рубль не по закону. Но в остальном я чист. И не надо мне тут вешать ваше дело на меня. Я про убийство ничего не знаю. Как заказчик вышел на тебя? Как вышел? Как все выходят. Через знакомых. Через каких знакомых? Подробнее. Позвонил мне один неизвестный. Сказал, что он знакомый одной моей знакомой официантки. Сказал, что зовут Валентин. Все вот так и познакомились. Все? Все. Дежурный? Уведите. Да подождите, я не виноват. Я вам портрет нарисую. Подожди. Рисуй. Ну что, Серебряков, проверили мы твои показания. Не видел тебя никто в ресторане 25 мая с 13 до 14 ОО. Как не видели? Ну кто-то же должен был. Должен был. Но не видел. Рисуй, рисуй. Оперативники разыскали официантку, которая, по словам Серебрякова, порекомендовала его заказчику. Ей показали нарисованный портрет, но девушка не узнала на нем мужчину. Зато легко опознала Василия Гавриловича и сказала, что именно ему она дала телефон художника. Пенсионерка Кольчина также не узнала человека с портрета. Перед тем, как дать ориентировку на незнакомца, Толстых решил показать его портрет и другим фигурантам дела. И не ошибся. Работники Сабеса, Серов и Вознюк, его опознали. Мужчина, который, по словам Серебрякова, был заказчиком, оказался бухгалтером Сабеса Тимофеем Шиенко. Но на работе Шиенко не было. Он взял пару дней отпуска за свой счет. Ни у кого этот факт подозрений не вызвал. У бухгалтера тяжело болела жена, и он регулярно отпрашивался с работы. Толстых с оперативниками отправились на квартиру к бухгалтеру Сабеса Тимофею Шиенко. Кто? Откройте, милиция. Здравствуйте. Где ваш муж? Его нет. Он уехал. Куда? Боже, аж в Москву уехал. На работе на курсы повышения квалификации отправили. А что случилось? Зачем вам Тимофей? Давно уехал ваш муж. Буквально перед тем, как вы пришли. Ну, может, минут за двадцать. У него поезд в половине седьмого. Ваня, мигом на вокзал. Есть. А с вами гражданка Шиенко. Мы немного побеседуем. Надежда Шиенко, жена бухгалтера, действительно тяжело болела. Полгода назад ей поставили диагноз «болезнь Лугерига» или «боковой амиотрофический склероз». Неизлечимая болезнь, которая приводит к атрофии мышц. Так что Шиенко не врал относительно состояния своей жены. Ничего подозрительного за своим мужем Надежда не замечала. По ее словам, Тимофей вел себя, как обычно. Разве что в последние дни перед отъездом стал немного замкнутым. Но женщина списывала это на волнение. Считала, что ее муж боялся оставлять ее одну. По словам Надежды, Гавриловича она никогда не встречала. Картину Кандинского не видела. Пенсионерка Майя Кольчина стала жертвой нападения неизвестного, который проник в ее дом и ударил женщину по голове тяжелым предметом. Разглядеть лица нападавшего она не успела. После удара, от которого женщина потеряла сознание, преступник заменил подлинную картину авангардиста Василия Кандинского на копию. В преступлении подозревают домушника Гавриловича, но его находят мертвым. Оперативники проверяют все реставрационные и художественные мастерские города, с целью найти художника, который выполнил копию полотна. Сыщики задерживают Георгия Серебрякова. Тот признается, что действительно изготовил копию картины. Заказчиком оказался Тимофей Шиенко, бухгалтер того самого Сабеса, мастер которого приходил к пенсионерке незадолго до нападения. Проходи. Знакомьтесь, Валентин Николаевич, гражданин Шиенко. Тимофея Шиенко задержали практически перед самой отправкой поезда. Сопротивление он не оказывал. Понятые, прошу смотреть внимательно. Когда оперативник Яковлев и дежурный по вокзалу привели его в отделение милиции, там уже ждал толстых понятые и оценщик. При обыске в чемодане бухгалтера нашли картину. Оценщик подтвердил ее подлинность. Это была одна из ранних работ Василия Кандинского. Гражданин Шиенко, эта картина принадлежит вам? Пиши. Понятые, распишитесь. Здесь и здесь. И здесь. Понятые могут быть свободны. И вам большое спасибо. Проходите. Садись. Шиенко. Я вам даю признаться, только ради вашей жены. Я признаюсь. Понимаете, Наденька для меня все. Я должен сделать все необходимое для того, чтобы она жила как можно дольше. В Москве, в институте неврологии, есть специальная программа, по которой лечат таких больных, как Надю. Попасть туда практически невозможно. Но я нашел концы и мне пообещали помочь. Конечно, все это не даром. Но я вначале отказался. У меня просто не было таких денег. Но полтора месяца назад я узнал, что дела Наденьки совсем плохи. До свидания. Выдоравливайте. Спасибо, доктор. Наше лечение уже не помогается. Как говорится, результат неутешительный. Как? Что? Что можно сделать? К сожалению, мы здесь бессильны. Узнав, что его любимой жене осталось жить не больше года, Тимофей решил найти необходимую сумму, чтобы отправить Надежду на лечение в Москву. Тогда я решил, во что бы то ни стало найти эти деньги. И судьба сама дала этот шанс. Шиенко рассказал, что месяц назад в туалете Сабеса стал свидетелем того, как Серов просил у Вознюка денег в долг. Я бы и не просил. Но ты понимаешь, что это Кандинский? Ее картину, если продать, мы с нее не меньше трех тысяч получим. Хорошие деньги. А есть кому продать? Ну, пока нет. Вот дело нехитрое. Звоню знакомых отца. За три недели картина никуда не денется. Вернусь, будем думать. А ты пока покупателя найди. Когда я узнал про картину, позвонил своему однокашнику, коллекционеру в Москве. Он подтвердил, что на Кандинского сейчас спрос. Если я потороплюсь, я смогу получить тысячи три-четыре. Это ж кто за картину платит такие деньги? Однокашник сказал, что в Москву приезжает делегация из Франции. Он сможет показать картину своим коллегам. Ну, возможно, кто-то предложит нужную сумму. А как вы узнали, у какой именно пенсионерки находится картина? Ваш Сабес обслуживает весь центральный район? Франция будет оформляем. Кандrigационный воздействие. Кандrigационный воздействие. Действования башн 53. Канд inspор colет ст drone. Кし explorationм 5-ки напряжения. Кандишь их так frank юно по правилам. Шиенко рассказал, что запомнил, как Серов обмолвился, мол, Кольчина подала не только заявление на ремонт квартиры, но и захотела поменять всю сантехнику и входную дверь. Бухгалтеру понадобилось просмотреть все заявки за месяц. Среди них он и нашел три, под которыми стояла фамилия Кольчиной. Вначале я просто хотел забрать картину, но потом решил не рисковать. Мы с Васькой придумали подменить ее. Васька это Гаврилович? Да. А как вы вышли на Гавриловича? Мы с ним старые знакомые. Он с моей сестрой двоюродной встречался. Вначале все шло по плану, а потом Васька испортился. Заходи. Ну что, где картина? А не будет никакой картины. Я за эту картину жизнью рисковал, шкуру драл, а ты мне сраных пять сотен предлагаешь? Так я тебе заплачу больше. Ну? Гони три куска. Да ты что, кинуть меня решил? Где картина, врач? Ты что, мать, с обыском разговариваешь? Падла. Шиенко утверждал, что не хотел убивать Гавриловича, но когда тот отказался отдавать картину, пришел в ярость и не сдержался. ГОВОРИТ ПО-НЕМЕЦИЯ А вы спросили у Гавриловича, откуда он знает, сколько стоит картина? Так он сказал, что в газете прочитал. Уверен, он просто наврал. В газетах такое не пишут. Да нет. Пишут. И забери, Тимофей, эту газету. Возможно, у толстых не появилось бы зацепок, ведущих к нему. Суд вынес Тимофею Шиенко довольно мягкий приговор. Шесть лет за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть. И организацию кражи с проникновением в жилье. Сыграла роль болезни жены и тот факт, что все характеризовали Шиенко как порядочного и честного человека, которого на преступление потолкнули обстоятельства. Что же касается неожиданно найденной картины Кандинского, то после суда ее вернули Майей Кольчиной. Но у пенсионерки она долго не задержалась. Дальнейшая история полотна неизвестна. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok